На канале Россия время главных новостей дня в эфире Большие Вести в студии Горькожевин. Здравствуйте! На аэродроме Кмимим при заходе на посадку разбился транспортный Ан-26. России нужны инженеры и не нужны липовые вузы. Контора рога и копыта, которые ничего не дают, кроме бумажки. Роботы могут заменить ряд профессий. Надо готовиться. В конечном итоге все делает человек. Большой разговор в Свердловской области не только про образование. Еще темы Совет Федерации знают, кто хочет вмешаться в наши выборы. От 500 до 700 сотрудников центрального аппарата СРУ. Джаконда может появиться в экспозиции Пушкинского музея, как это было в 1974-м. Внутри витрины был создан особый климат. Ипотека в 7% уже через год-два. Это вполне реальная достиженная цель. Наиля Аскерзаде оценит перспективы. А также Европа готовится ударить по американским джинсам, мотоциклам и бурбону. Идет торговая война. Наезд на человека, как форма борьбы за парковку. Чудовищный случай в Москве. Химичат, как могут Елена Ерофеева о том, как готовят к продаже завявшие цветы. Ну и в начале последние данные о катастрофе российского транспортного самолета Ан-26 в сирийской провинции Латакия. Подробный доклад об обстоятельствах трагедии уже получил Владимир Путин. Президент обсудил произошедшее по телефону Сергеем Шойгу и выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и всему личному составу Министерства обороны. Родственникам жертв катастрофы будет оказана вся необходимая поддержка. Причиной крушения, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность. Специальная комиссия Минобороны и Главная военная прокуратура уже ведут расследование. Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим сегодня около трех часов дня. На борту находились 39 российских военных, 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли. В военном ведомстве уточняют, что самолет не был сбит.